всем большой привет наступает сезон печей каминов которые мы разжигаем в доме это так приятно и сегодня первый раз разожгла камин у себя что-то я продрогла с утра у нас там прошел дождик не хотела разгораться с третьего раза разожгалась вот и сейчас вот так вот ярко и жарко горит я наслаждаюсь теплом открыла даже заслонку друзья кстати напишите вот чем вы чистите вот этого сажу на стекле у меня вот очень-очень уже как бы вот такой вот эффект на можно конечно почитать в интернете но лучше когда люди пишут именно те кто это делал вот реальные какие-то вещи поэтому пишите друзья в комментариях и буду вам очень признательна вообще очень много у меня комментариев советов рекомендации где-то похвала где там даже иногда бывает и критика но я всем всем очень рада все пишите комментарии я буду стараться по возможности на них отвечать мне не так много еще подписчиков поэтому пока есть возможность отвечать вот но и ваши лайки и комментарии вы знаете продвигают канал для меня это очень важно это стимул дальше для вас сделать видео я стараюсь вкладываюсь в этот процесс потому что монтировать видео делать видео само все я сама все делаю сама себе снимаю на камеру ну в общем то я на телефон снимаю вот камера у меня нет к сожалению но и вот заодно я отвечу на несколько вопросов за сколько мы купили участок и дачу потому что сейчас мы находимся у меня в основном домике я уже рассказывала что здесь мы переделывали печь ну в общем полностью полностью здесь новая печь из красного кирпича я уже демонстрировала вам эту печь мою считает а камин находится в комнате в которой стоит моя кровать вот а в передней комнате с диванчиком там нас печь и я пользуюсь этой печью она у меня очень функционально этом ставлю кашу я сушу яблоки я там заложу на лежак греюсь мы с котиками там греемся у меня есть специальная попросила мужа он мне сделал хорошую такую лестницу прочную и вот когда холодно мы залазим туда греемся или когда вот спинка болит или когда я могу промерзнуть потому что туалет на улице и ну и выбегаешь в общем то не только в туалет иногда легко одевшись вот ну и есть необходимость конечно полежать на печи и погреться и 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 я не договорила цена а здесь у меня кстати вот стоит горшочек но это горшок у меня большое я в нем чугун покучу ног я в нем грею ставлю воду вот поставлю воду вечером будет горячая помыть ножки вы налить в грелочку воды горячей чтобы не топить плитку я все никак не подойду к цене домика нашего хотела я чтобы нам этот дом продали за четыре с половиной тысячи долларов но я в долларах говорю потому что ну мне например легче так запоминать потому что я потом даже проще мне переводить в угли вот четыре хотела четыре с половиной и мы практически целый год я перезванивалась они ну не хотели уступать нам вот потом у нас был перерыв в общении потому что мы не насобирали эту сумму денег но и опять же думали покупать не покупать потому что у нас тоже есть дача с участком но была проблема с соседями таки были шумные соседи что просто невозможно было отдыхать они до ночи буквально веселились там у них были костры с громкими очень общением с музыкой буквально до двух ночек я уже повторяюсь и как-то первый год вот когда они тут основательно расположились то что до этого держала женщина пожилая она как бы арендовала у них этот домик и она была такая тихая и и было вообще не не слышно не видно практически а вот но они приехали установили новый забор потом провели скважину ну и конечно порядком мы от них устали за этот год и я решила что или и мы покупаем или в общем-то даже мысли заходили о том чтобы продать этот дом потому что это было не похоже на отдых вот но потом вроде бы мы договорились что мы встретимся я с хозяевами этого соседнего домика и участка и они сказали что подъедут я думала может быть как-то с ними все-таки сторговаться хотя бы чуть-чуть потому что они хотели пять тысяч и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну, я с этого момента успокоилась Вот, потому что я переживала, что, может быть, мы переплатили ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Здесь, конечно, нужно будет по-хорошему заменить крышу, потому что крыша есть, но она, видимо, будет все-таки протекать, потому что там шифер положен не внахлёст, а встык. Я не знаю вообще, как они так ложили этот шифер и как они вообще жили. И, может быть, он и не протекал, но если там всё-таки шифер уже не новый, а он там уже старенький, там уже в нём есть тоже отверстие, и влага всё-таки будет попадать. И по-хорошему крышу надо менять. Вот, не знаю, в этом году, может быть, мы подкопим денег или... Ну, будем смотреть. Если будет, конечно, дождливая осень, то, конечно, лучше было бы его поменять крышу. Мне было сказано моим партнёрам, что он будет спать спокойно, если мы перекроем крышу. Но, опять же, всё упирается, вопрос упирается в деньги. Может быть, мы осилим этот процесс. Мы решили даже пока забор не делать, а первоочередная это у нас получается крыша. Ну, вот, друзья, я на основные, наверное, вопросы ответила. Где находится наш дом, я уже говорила, но в этом видео я ещё всем скажу, поскольку это ответы на вопросы. Это 100 километров от кольцевой дороги Минска, а если от моего дома, то 110-115, где-то так. Ну, поскольку это на Могилёв трасса, она скоростная, и заезжаем мы до автозаводской, то есть до Минска, до городских построек Минска, заводского района, мы заезжаем ровно за час. Здесь нет магазина в этой деревне. Есть магазин, полтора километра есть филиал «Здравушка», там молочная, там хлеб, там яйца, там мяса, правда, нет, но мы его всё равно привозим из Минска, или покупаем в самом Березино. Там очень разветвлённая и хорошая сеть всяких магазинов. Я уже тоже описывала это. Церковь, магазины, аптеки, цветочные магазины, банк, Беларусьбанк, Агропромбанк. Даже есть несколько магазинов «Валдберрис», есть «Три цены», есть «Мила». Ну, в общем, все условия, все условия городской жизни, и это 4 километра от нашей деревни, но полтора километра, там, наверное, километр и 800 метров, ходит городской автобус. То есть я могу пешочком за полчаса я дохожу, вот, и могу попадать в сам город. Вот, друзья, мы здесь посидели, погрелись у камелька с вами. Всем до новых встреч на моём канале. Всем пока-пока, мои дорогие. Всем удачи и всем огромного, большого счастья, крепкого здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok